Доброе время суток, уважаемые зрители и милые зрительницы! Сегодня я хочу вам рассказать об игре под названием Empire, которая вышла в феврале этого года. Разработчик игры студия Cyanide, издатель Paradox Interactive. Сюжет игры рассказывает нам о бездарном демонологе Оскаре, который после 40 лет упорных проб и ошибок все-таки смог призвать свой мир потустороннюю сущность, а именно Импа. Комичность ситуации заключается в том, что призванный демон в своей преисподней был неким иным, как Баалом Абаддоном, другими словами верховным богом разрушения, но из-за ошибки, совершенной при вызове, бывший архидемон перевоплотился в простого Импа. Наш демонолог необычный и смертный. В его жилах течет королевская кровь, и он жаждет вернуть себе власть. Для этого он, собственно, и пытался провести ритуал на протяжении долгих лет. Баал решает помочь своему призывателю с этой проблемой в обмен на обещание Оскара вернуть демону его былую силу и могущества. Итак, данная игра является потомком легендарной и давно забытой Dungeon Keeper. Ваша основная задача отстроить свое подземелье и защитить его от атак героев, желающих искоренить зло или просто поживиться вашими сокровищами. Попутно вы будете выполнять сюжетные задания и совершить вылазки из своего подземелья в поисках необходимых вам ресурсов. В ваше распоряжение будут предоставлены Импы-прислужники. Они умеют собирать ресурсы, ремонтировать разрушенные и строить новые комнаты в подземелье. А также вам будут подчиняться различные боевые юниты, которые будут защищать вашу обители, совершать вылазки для выполнения различных боевых задач. Импы-прислужники, в отличие от остальных юнитов, призываются лично Баалом с помощью заклинания. К сожалению, вы будете ограничены в максимально доступном количестве юнитов, но по сути такое условие есть в любой РТС. В игре есть 3 типа ресурсов. Грибы, материалы, сокровища. Грибы нужны для призыва большинства боевых демонов. Но стоит заметить, что некоторые демоны покупаются за материалы. Усиление брони и оружия, установка ловушек, покупка зелий, постройка новых комнат в вашем подземелье осуществляется за материалы. Строительство туннелей производится бесплатно. Сокровища добываются в рейдах или находятся в скрытых комнатах под охраной вражеских существ. Данный ресурс необходим для покупки доступа к отрядам. Что такое отряд? Это боевое подразделение из 4 демонов. Отряд можно послать в рейд за ресурсом, в котором вы нуждаетесь. К сожалению, это действие исполнено в схематичном виде, но на самом деле так даже удобнее. Также отряд можно отправить тренироваться, поесть, одеть новую броню и оружие или телепортировать любое место карты, при условии, что у вас есть открытый доступ к данной области, прорытый туннель, открытая решетка или нечто подобное. Изначально у вас есть доступ к одному отряду. За сокровища вы можете купить доступ еще к трем. И пятый вам откроют зарону, которую вы получите по сюжету в одной из миссии. Постарайтесь как можно быстрее увеличить количество ваших отрядов. Это намного упростит вам оборону подземелья. Дублестные и благородные герои будут пытаться разрушить вашу обитель, нападая через главный ход или в произвольных местах ваших туннелей с помощью лестниц, количество которых зависит от размера вашего подземелья. Лестницы надо ломать. Если вы не успели, по одной из них спустятся герои. В случае, если вы успели, они все равно пойдут, но уже через главный вход. Как я уже упоминал, при решении данной проблемы очень помогает способность отрядов телепортироваться. Кстати, Баал тоже обладает этой функцией. Есть несколько вариантов, как можно использовать героев, которых вы победили. Самый простой вариант разобрать их на запчасти. Также можно поверженных героев отправить на тренировочную арену. Там на них смогут прокачаться ваши войска до максимального третьего уровня. Если вам не нужно тренировать войска, пленных можно отправить в тренировку. Тюрьму. Через некоторое время вы получите за них выкуп сокровищами. Ну и наконец, их можно запустить в мясорубку, которая перерабатывает героев в дек таланты. Для чего они нужны? С их помощью можно открывать доступ к различным постройкам, боевым юнитам, улучшениям брони и оружия, зельям, а также бонусам от ром. Баал тоже будет постепенно развиваться. Вам на выбор предоставят дерево талантов, каждый из которых не только усилит вашего подопечного, но и изменит его внешний вид. На третьем уровне вы сможете выбрать специализацию. Воин, командир или маг. Название я выбрал условно. У каждой специализации есть свои уникальные способности. В принципе, они относительно равноценны, так что в выборе вас никто не будет стеснять. В игре много пасхалок. Например, проходя кампанию, вы встретите короля Бабарби Шонона. Кроме того, наш демонолог в момент радости и удовлетворения очень похож на одного, не побоюсь этого слова, великого злодея. И последнее, на что я хотел бы обратить ваше внимание. В игре вы столкнетесь с квестом-загадкой, без решения которой вам не дадут пройти дальше. Проблема даже не в сложности загадки, а в том, что Оскар озвучивает ее один раз. И если вы сразу ее не запомнили, то найти исходник невозможно. Это, собственно, все, что я хотел рассказать об этой игре. Дальше я вставлю спойлер с загадкой и правильным ответом на нее. Спасибо, что нашли в себе силы и досмотрели этот обзор до конца. Всем удачи, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok